Здравствуйте! Это канал История Интересна. Я Наталья. И сегодня мы поговорим о том, кто же построил легендарный Аркаим. Аркаим – один из самых известных археологических памятников России. С ним связано больше всего легенд, домыслов и даже мистики. И неудивительно, Аркаим почти на тысячу лет старше легендарной Трои. Кстати, ее стены по размерам не превышают аркаимских. Это здесь впервые изобрели боевую колесницу. Жители Аркаима поразили исследователей и удивительно развитой для того времени металлургией. В городе был водопровод, стоковая канализация и ливневка. Но кто же все это построил? Одни считают Аркаим городом древних ариев, другие называют его воинским поселением древних славян, третьи настаивают, что это может быть культовое сооружение местных народов. Но кто на самом деле строил Аркаим? И как они выглядели? Какую сенсацию подарили нам ученые? Каким неожиданным выводом пришли генетики? И как связаны жители Аркаима и Древняя Греция? Но перед этим расскажу, как хорошо выглядеть сегодня. Русский интернет-магазин «Великорос» с гордостью представляет новую линейку высококачественной спортивной одежды. Футболки из настоящей фламированной кулирной глади, в состав которых входят стопроцентно чистые хлопковые волокна. Особенность ткани позволяет прекрасно пропускать воздух и дает коже дышать. В футболках «Великорос» вы будете себя чувствовать комфортно при любой ситуации. Фирменный мужской джемпер «Великорос» с длинными рукавами выполнен из стопроцентного хлопка «Пима». Приятная на ощупь ткань согреет в прохладную погоду. Спортивные толстовки и штаны с узнаваемой символикой «Великорос». Комфортная модель состоит из высококачественного хлопка с использованием натурального футера, который отличается особенной прочностью и гигроскопичностью. К тому же глубокие карманы с крепкой застежкой не позволят выпасть содержимому даже при самых резких движениях. Действует акция при покупке на сумму от 3000. Компания «Великорос» дарит большую кружку «Великорос» из настоящего костяного фарфора. А если напишите в комментариях к заказу, что пришли от меня, то получите еще один приятный подарок. Поддержите отечественного производителя и переходите по ссылке в описании. Аркаим – самый известный, но далеко не единственный город страны-городов. Так ученые называют уникальный комплекс памятников бронзового века, разбросанных на территории 350 километров. Долгое время считалось, что городские цивилизации развивались в Малой Азии, а у нас на Урале в это время кочевали дикие племена. Так вот, весь мир был ошеломлен, когда археологи нашли на Урале целую страну городов. Самому молодому из этих памятников 3700 лет, что сравнимо с древними египетскими пирамидами. По самому первому открытому поселению Синташте, саму культуру археологи называют Синташтинской. Люди, построившие на Урале страну городов, были, как считают ученые, первые профессионалы, то есть профессиональные воины и международные торговцы, дисциплинированный военный класс с новой военной техникой, колесницами. Судя по всему, жители Синташты и Аркаима почитали огонь, солнце и священных животных, среди которых были лошадь и корова. Вероятно, верили они и в бога грома, культ которого характерен для всех индоевропейских народов. Аркаим, по сути, крепость из двух многоквартирных домов, существовавшей на рубеже 3-2 тысячелетия до новой эры, а храмовые комплексы напоминают знаменитые зекуратами Сапотамии. На данный момент большинство из этих древних городов еще не исследованы. Но кем были те, кто построил здесь эту удивительную цивилизацию? На самом деле существует несколько теорий о том, кем были основатели Аркаима. Европейские ученые уверены, что они протагреки. То есть археологи считают, что это потомки синташтинской культуры, создали знаменитую мекенскую культуру, представители которой брали Трою. Выходцы из Синташты и Аркаима стали в Мекенах властной элитой. Об этом свидетельствуют общие обряды, артефакты, и даже знаменитый греческий узор «меандр» оказывается родом из уральской страны городов. В науке даже появился термин «синташтинско-мекенская культура». Другая версия связывает аркаимцев с древними индоиранцами. Историков не раз озадачивали совпадение между деталями синташтинских поселений и инвентаря материальной культуры в Овесте и Регведе. Доктор исторических наук профессор Игорь Пьянков отмечает, что в старейшем древнеиранском памятнике Овеста подробно рассказывается, как строить укрепленные сооружения, подобные аркаиму, с концентрической планировкой, тремя ярусами укрепленных стен и тремя радиальными улицами. Мало того, по гипотезе Мэри Бойт, уральская страна городов – родина того самого Заратуштры. Сегодня большинство отечественных археологов и лингвистов предполагают, что жители Синташты и Аркаима принадлежали к восточной ветве индоевропейцев, возможно, до ее разделения на индийцев и иранцев. Ну а что говорят генетики? Палеогенетические исследования изменили представление о том, кто такие жители страны-городов и откуда они пришли на Урал. В 2015-м в журнале Nature была опубликована комплексная работа исследователей из разных стран. Результат всех сильно удивил. Если ранее считалось, что синташтинцы – потомки ямной археологической культуры, то генетически они оказались родственниками культуры шнуровой керамики, она же культура боевых топоров, которую связывают как раз с германо-балтославянской ветвью индоевропейцев до ее разделения. Долгое время мы могли лишь гадать, как выглядели аркаимцы, но недавно российские ученые-антропологи подарили нам настоящую сенсацию. Они восстановили облик конкретных людей, погребенных здесь 4000 лет назад. Как оказалось, они были очень похожи на нас с вами. Для начала антропологи показали нам облик непосредственных строителей Аркаима, тех, кто пришел на Урал несколько тысяч лет назад. Вот это та, которую ученые между собой назвали принцессой. Дело в том, что погребена она в очень большом кургане, 22 метра диаметром, больше похожем на маленькую крепость. Принцессе на момент смерти было около 25 лет, а поскольку тогда умереть можно было даже от простуды, 30-летие уже было старостью. А вот этому мужчине тогда было не больше 25. На его груди был обнаружен медвежий клык. И мужчина, и женщина принадлежали, так сказать, к патриархам Аркаима. То есть, когда они были похоронены, самого Аркаима еще не было. Люди только освоили эту территорию и задумали строительство крепости. А вот так выглядели уже непосредственно жители стран и городов. Они моложе патриархов лет на 300. Мужчине приблизительно 23, женщине чуть старше. Она была значительно выше своих земляков, ее рост 1,80 метра, тогда как в среднем аркаимцы сантиметров на 10 ниже. Они были покребены в одном из самых ярких курганов, в которые уже клали множество предметов и даже, похоже, остатки жертвенных животных. А это говорит о достатке. Впрочем, доктор исторических наук Геннадий Сданович уверен, что жесткого имущественного расслоения в Аркаиме все же не было. Общество было бесклассовое. Социальная дифференциация зависела от авторитета, таланта, пола и возраста. То есть, просто мечта. А вот так, на взгляд ученых, одевались женщины этого народа. Ученые, которые делали реконструкцию облика, считают, что жители Аркаима – это древнейшие европеоиды. Впрочем, присутствуют в их внешности также и уралоидные признаки. Ведь, как считается, древнее население на Урале было финно-угорского происхождения. Причем женщины в более степени уралоидны, а мужчины более европеоидны. Антропологи говорят, что это даже заметно на реконструкциях. В общем, одно можно сказать наверняка. Аркаимцы так похожи на нас, что легко бы растворились сегодня в толпе. Люди жили в Аркаиме какое-то время, а потом вдруг снялись и куда-то ушли. Археологически зафиксированы следы большого пожара. При этом отсутствуют следы катастрофы, прежде всего останки людей. Данный факт стал основой для популярной легенды о том, что аркаимцы ушли из своего города, совершив при этом ритуальный поджог. Но куда? Многие ученые считают, что прямые потомки жителей Синташты и Аркаима – это скифы и сарматы, которые переняли и скотоводческий уклад, и воинское искусство синташтинцев. Судя по найденным в Греции артефактам, их потомки по дороге на Балканы остановились и там. Есть гипотеза, и что они на самом деле те самые арии, которые вторглись в далекий Гиндукуш и создали ведическую цивилизацию Индии. Однако на сегодня археологи уверенно прослеживают миграцию потомков Синташты и Андроновцев только до Средней Азии. Нельзя их назвать и прямыми предками славян. Славян и синташтинцев разделяют тысячелетия. Тем не менее, очень интересно, что они оказались, возможно, одной из ветвей культуры боевых топоров, а значит, не индоиранцами, а протагермано-балтославянами? Если вы тоже думаете, что история эта интересна, подписывайтесь, не забудьте нажать на звоночек уведомлений. Я буду рада видеть вас в нашей группе ВКонтакте. Субтитры создавал DimaTorzok